Донецкая война 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 Запомните, русская душа непобедима. Потому что мы славяне. Мы славяне. Ура! 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 После взятия новороссами аэропорта, киевская армия словно проглотила таблетку озверина и начала осыпать все вокруг опасными сюрпризами. Смотреть без слез на некогда красивейший комплекс аэропорта сейчас невозможно. Теперь здесь не только стоят в руинах здания, но и на взлетной полосе появилось кладбище гражданской и военной техники. Каратели, обстреливая небесные ворота Донецка из градов, ураганов и минометов, особо не церемонятся. Под раздачу попадают как позиции армии Новороссии, так и остатки их же военных. Артобстрелы ведутся дальнобойной артиллерией преимущественно из трех населенных пунктов. Пески, Авдеевка и Первомайская. По всему видно, что оставлять живых своих же ребят они не собираются. Сможет ли сейчас даже после генеральной уборки взлетная полоса принять хотя бы кукурузник, сказать не беремся. Но ее состояние после регулярных артобстрелов вооруженными силами Украины явно оставляет желать лучшего. Кстати, остатки киевских военных как-то ночью сделали вылазку и вывесили на диспетчерской вышке свой флаг. Он и сейчас развивается там. Теперь они крутят видео с лагом по всем подконтрольным им телеканалам и кричат о том, что аэропорт их. Вот только они почему-то молчат, что вот уже несколько недель боятся и головы высунуть наружу из своих подземных укрытий. Что касается желто-блокытного полотнища, то снять его с полуразрушенного сооружения без специального альпинистского снаряжения нереально. Вскоре проснулась киевская артиллерия. Из Авдеевки по нам полетели минометные мины и снаряды из РСЗО «Град». Не нужно и говорить, что подобные шалости вражеской артиллерии не остались безнаказанными. Пока артиллеристы Новороссии со всех стволов показывали киевским карателям, как нужно работать не по мирному населению, а по неприятельским позициям, Бойцы, удерживающие аэропорт, попутно обстреляли и все выходы из схронов остатков ВСУ. Через пару часов начинаем выбираться из аэропорта. Киевские артиллеристы, видимо проглотившие очередную порцию «Азверина», пока мы выходили за территорию, накрывали взлетку и прилегающие районы. Потому нам периодически приходилось прятаться в укрытиях. Вскоре мы оказались в безопасности. А вот ребятам, оставшимся на передовой, еще предстоит удерживать отбитые у карателей позиции. Дай бог, чтобы все они вернулись к своим семьям целыми и невредимыми. Вот это здание, штурмовали первое. Нам сегодня с утра дали адресок школы. Где-то школу разбомбили. А через эту школу как раз ехать по вот этой дороге. Мы уже поздно ехали, постояли, подумали. А с собой вообще нифига думали, что в мирном квартале. Продолжение следует... Продолжение следует...